Сегодня во всём мире принимают поздравления работники телевидения. Профессиональный праздник расскажем о тех, кто ежедневно готовит для выпуска в эфир новостные и развлекательные программы на нашем телеканале, но остаётся за кадром. Студия, внимание, работаем. Время новостей на телеканале «Север», студия Рина Никешина. Здравствуйте. Сегодня вы узнаете... Именно с этих слов в самом сердце телекомпании, аппарат на студийном блоке, начинается запись эфира. Режиссёры здесь главные и самые уважаемые люди. Без них телезрители не увидят конечный, многоэтапный результат работы всего коллектива. Дмитрий Семяшкин работает на телевидении уже десятый год. За это время успел очень полюбить свою профессию. Здесь важно быть предельно внимательным и ответственным. Последняя инстанция, да, мы проверяем за всеми, проверить все ошибки, все титры, чтобы не было смешных, потом глупых ошибок в эфире. Бывает, что у нас в прямом эфире выходит в строя суфлёр, тогда ведущему приходится быстро сориентироваться, читать с листочков. Бывает, это выглядит смешно, глупо, но деваться некуда. Большинство сотрудников Ненецкой телерадиовещательной компании – люди с многолетним опытом. Большая и дружная команда способна исправить любую непредвиденную ситуацию. Например, оперативно устранить поломку техники. Основная функция в этом вопросе лежит на плечах инженеров. Как говорит Андрей Безумов, оборудования много и оно любит ломаться, особенно в зимнее время. Один из таких случаев, который произошёл во время Бурандея, запомнился особенно. Практически два дня мы её там устанавливали, закапывали провода, всё. Всё вроде бы подготовили, готов прямой эфир. Режиссёр командует три минуты до эфира. И всё урубается. И никто не может понять из-за чего. А оказалось, в ПТС-ке была маленькая в потолке дырочка, и оттуда просто одна капелька упала к нам на блок питания и сожгла просто всё оборудование за три минуты до эфира. Ну, вышли ровно. За три минуты решили. Телеоператоры – это те, кто первым прибывает к месту события, но всегда остаётся за кадром. В любую погоду, при любых обстоятельствах, наравне с репортерами они готовы работать днём и ночью. Их задача – не упустить из виду важную деталь и успеть запечатлеть всё самое важное и интересное. Но даже в таких рабочих условиях операторы никогда не теряют чувство юмора. На этой телерадиокомпании я снимал первый новостной сюжет. Он был… прилетели сюда Миги, и вот мы снимали под дождём, и как бы было так весело и интересно. Мне работа телеоператора очень нравится тем, что каждый день не похож на другой. То есть ты видишь постоянно разную ситуацию, ты общаешься с разными людьми. Я вот ездил, наверное, тут уже весь округ. Я был даже за границей. Пожалуй, самые терпеливые люди на телевидении – монтажёры. Именно они собирают воедино труд корреспондента и оператора, сводя картинку и звуковую дорожку с начитанным текстом в полноценный репортаж или фильм. Иногда в сжатые сроки, иногда не имея нужного количества кадров, эти люди способны создать красивый видеоряд. Однако отсутствие времени подводит даже опытных сотрудников. Казусы случаются. То есть там титры могут быть не те получиться. То есть мы человека можем абсолютно другим именем назвать. По-моему, да, у меня это было. Я президента, по-моему, Медведева и Путина, по-моему, перепутан. Было у нас такое. Это было очень быстро. Это надо было к 12-часовому выпуску. Там, по-моему, была прямая трансляция или что-то такое. Мы должны были какую-то новость вставить. Это было всё делалось. Как раз эта смена президентов была вот в этот период. И получилось так, что у нас один на другого поменялся. Либо я понизил одного по должности, либо другого повысил по должности. Я точно не помню. Было такое. Уши телеканала – это звукорежиссёры. Их задача – это настройка оборудования, отвечающего за звук и микрофоны. Есть здесь и свои трудности, и казусные ситуации, на решение которых необходима быстрая реакция и фантазия. Полностью доверять уху или полностью доверять технике нельзя. Тут нужно это смотреть. Если ты в какой-то момент не доверяешь своему слуху, смотришь на индикаторы, на программу, смотришь, где это всё контролируется и корректируешься. И опять же, индикаторы не всегда говорят то, что на самом деле есть. Тут и слухом нужно. Одно другое дополняет. Как театр начинается с вешалки, так и телевидение начинается за кадром. И люди, остающиеся в тени экрана, проделывают огромную работу, чтобы в конечном итоге телезрители смогли наслаждаться, просматривая любимый телеканал. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо. Спасибо.